Бесхозную скотинку велено сберечь и возвратить владельцу недотёпу. Не о валах и овцах будет дальше речь, о сыне блудном и о встрече тёплой. Страна огромная разбредшихся существ, по одиночке каждый ковыляет, израненных и избитых всех несчасть, живущих на подачку, то есть на халяву. Искать посыльных, их экипировку, проверить по евангельским лекалам. Спаситель врач нас исцеляет кровью, то возвестит всем ближним, как и дальним. Заговоришь с попутчиком в купе, с сектантом гладко выбритым речистым, утишит их церковная купель, водой и духом сам овец очистит. Никто еще стоточных овечек не искал, доставшихся на растерзание зверя. Волк лютый, поп, сдирает шерсть и скальп, и никому не зрится та потеря. Пастух заботится о живности предзимье, корм заготовить, утеплить кошару. По голодающим поймут, что здесь разденья, содрать спешит советский постоянно шарит. Епископ слеп и патриарх слепец, бормочет заклинания о береге, из коммунистов волк в попы пролез, а брок берет, творя в ночи набеги. А слово Божие под куполы не вхожа, дым коромыслом, стон в духовной тьме. Пророка бы тем лучше, чем он строже, его еще бы разведеть суметь. Блажен сумевший павших сохранить, и к пастри-начальнику и след направить. Кто Библию возвысит среди церковных книг, вождей презрев, Иисусу скажет равви. 25 мая 2008 года Продолжение следует...